А, дикари, что происходит? Да что с мужиками в России происходит тогда? Если там будут дураки, которые хотят друг с другом драться в клетке, пускай дерутся, скажем так, позорят себя, свою команду. Вова, как себя чувствуешь? Друзья, всем привет, меня зовут Ярослав Степанов, и уже сегодня вечером в Сочи пройдет, пожалуй, главный бой 2021 года в российских ММА. Магомед Исмаилов против Владимира Минеева. Вчера прошла большая пресс-конференция, длилась она больше часа, и я из соображений экономии вашего времени оставил только самое интересное. Закрытие конфликта Исмаилова-Иминеева, обеспечение безопасности на турнире, суровое решение от Камила Гаджиева по штрафным санкциям для тех, кто рискнет запрыгнуть внутрь клетки, чтобы кого-то ударить, и жесткий, буквально злой, настрой Исмаилова. Будет интересно. Всем приятного просмотра. Магомед, вопрос к вам. В марте этого года вы с ним интервью говорили, цитата, обил Минеева в клетке, далее на улице. Я вчера беседовал с тобой, и в таком откровенном доволенном периоде, сказал, что изменил взгляды на жизнь, что даже поменял отношение к Минееву. Значит ли это, что никаких разборок после войти к Минееву? Да, именно это и значит, что никаких разборок после противостояния не будет. Зайдем в клетку, и у каждого после этой клетки, у каждого будет своя дорога. А помимо вопроса, там, о третьем противостоянии. И вы, Владимир Минеев, вам. Или, наверное, свежий. Хотя, ладно. А, Владимир, по последний вопрос. Владимир, вчера Мага сказал о том, что прогнозы Камила не сбываются. О том, что он очень редко попадает в цель. Что вы думаете по поводу того, что будет завершиться нокаутом в четвертом городе? Это прогноз Гаджиева, правильно я понимаю? Но последнего прогноза сбывается. Ага. Нет, а другой, да? Я вот порешаю вопрос. Вот ты увидишь. Я сломаю систему. Вопрос Камилу Гаджиеву. Камил, готовы ли вы к тому, что все-таки что-то может чем-то завершиться? Всегда кто-то бывает недовольный, пусть даже и поражением. И есть ли у вас какие-то штрафные санкции в контрактах, если кто-то решится на какие-то ярые действия, потасовки и прочие вещи? Ну, если после боя, пожалуйста. Пусть дерутся и на здоровье. Если там будут дураки, которые хотят друг с другом драться в клетке, пускай дерутся, скажем так, позорят себя, свою команду и так далее и тому подобное. Я не думаю. Все это уже было. Мне кажется, что каждый в этом принимал участие. На самом деле, каждый в отдельности нормальный человек. И уже давно все выводы сделаны. К сожалению, после последней драки противостояния Миней и Смаилов, оно получило в определенных кругах такую дурную славу. А это те, которые там дрались и так далее. И пришлось немножко поработать, чтобы вернуть все это в нормальный русский. Я не думаю, что это будет. И парадокс, но да, вот Мага и ООО, они представляют, не знаю, разные регионы отчасти. Разные где-то там культуры, разные видения, разный стиль. Но у них в углу, у каждого из них, люди, которые отлично друг друга знают. Я не представляю, что эти люди друг с другом дрались. Вот и все. Вот ответ на вопрос. Владимир, мне его задам вопрос. В Маге я тоже спрашивал. Я спрашивал, есть ли у него что-то личное. А он сказал, что ничего личного не осталось, есть только спортивный интерес. У тебя есть ли что-то личное? И допускаешь ли ты, что у тебя может где-то вспыхнуть эта искра, какая-то провокация или что-то, что покажется тебе провокацией в бою, может закончиться действительно чем-то, что уже было? Ну, если просто посмотреть на всю историю конфликта, я же всегда адекватно, ни разу там первый не нападал, ни спотяжка не бил, всегда стараюсь решить... А, безорядно, да, безорядно. Поэтому, если есть какие-то моменты, то есть я их всегда стараюсь решить, в первую очередь, интеллектуально, словами. Просто бывает, что люди не готовы к такому делу. А как вы считаете, справедливо, если... В этом же турнире у всех гонорары, не маленькие. Вот просто я к зрителям вращаюсь. Справедливо, если мы оштрафуем того спортсмена, из угла которого кто-нибудь из секундантов выскочит в клетку через клетку? Да, да. Кто-то говорит да, кто-то нет. Да, 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 100%. Справедливо же. Потому что это же зоопарк, на самом деле, согласны? У вас, по-моему, Камил был такой, как это. Да, было ряд, на самом деле, случаев. Было ряд случаев. Всегда себе бойцы находят секунданты. Они себе всегда находят оправдание, я знаю. Но неважно. Это же произошло. Поэтому давайте штрафовать. Вот если мага Ивова, например, вы не можете за всех остальных бойцов тоже говорить, потому что там же 11 поединков. Но если вы оба согласны, давайте введем штраф. 500 тысяч рублей штраф накладывается на того спортсмена. Кстати, можно даже в пользу второго. Секундант которого выпрыгнет в клетку через клетку. Это же не эстетично. Вы согласны или нет? Вовремя я, да, тему задвинул? Нет, мои секунданты. Мне кажется, такие вещи, естественные, о которых даже говорить не надо. Но они же происходят. Это же действительно зоопарк. Но иногда от радости бывает. Как сейчас это будет сказано. Вот что бы и не было, маг, согласен? Не обрадовался сильно он. Знаешь, сейчас Магомед Рассулф разбывает. Магомед Рассулф разбывает. Магомед Рассулф разбывает. Магомед Рассулф разбывает вечера все закончилось. Для кого-то это провокация. Это вдруг в России что-то случилось, что если два мужика раз на раз порешали, ааа, дикари, что происходит? Да что с мужиками в России происходит тогда, если на то пошло? Почему два, с чего это вдруг? Когда два мужика равных по силе решают вопрос, это что-то вот неадекватное. Два, когда это нормально? Да нет, Маг, мы просто поняли, что 500 тысяч не больше. Слишком 5 на 4, например, уже не нормально. И смешки, хватит, смотрите, сейчас. В итоге соглашаешься или нет? Да, конечно. Согласен. Вова, ты согласен? 500 тысяч штраф. Я же говорю, что это адекватная история. Все слышали, правильно? Конечно. Можно сразу просто вклинюсь относительно безопасности на турнире? Ведь это, в принципе, такая проблема, которая идет из ряда, из турнира в турнир. Да, и сейчас я прокомментирую и попросим коллег из Радарина. Амир, ты как считаешь? Мы же не принимаем вот так решение, да? Вот с тобой не побывали. Ты как считаешь? Адекватно? Правильно, да. Окей, поддерживаю. Я еще вопрос задам, чтобы коллегам дать возможность. Камил, бой, в принципе, перегрет в достаточной степени. То есть, его много везде. И в таких обстоятельствах не беспокоит ли тебя ситуация, при которой сам бой по качеству может разочаровать людей, которые перегрелись этим боем? Спокойно может разочаровать, потому что, все знаете, как бывает. Прошлый бой эпичный был, да? Пять раундов войны такой. Исход неоднозначный. Многие считают, один выиграл, может, другой. Кто-то говорит, нечастно, праведливо. Далеко не факт, что в следующий поединок, вот сейчас, окажется таким же интересным. Где-то разочарование будет. Но до этого уже есть третий бой. Одно выиграл ситуацию. Да, у Мэгги уже борода седает. Это Милин седой. Ты что, считаешь, что люди седой бородой? Он ее не красит, Игорь, может, и кружатый. Не, рыжую не надо красить. Она магическая такая. Все, всем спасибо, хорошая. Спасибо большое. К вопросу о безопасности. Наталья, там что с безопасностью? Да, хочу прокомментировать эту историю. Бой действительно будет эпичным. И хотела бы на два вопроса. Я предыдущего рад раз раздать маленький комментарий. Какой бы продолжительный, короткий, эпичный не был бы самый главный бой, весь турнир интересный. Именно к вопросу о том, почему такой карт звездный. Интересно будет в любом случае. И это событие совершенно точно не окажется незамеченным и не принесет разочарование зрителям. По вопросам безопасности, на самом деле, никогда еще, по крайней мере здесь, в горной зоне Красной Поля, не припринимались такие меры безопасности перед организацией боя, как сейчас. Соответственно, мы произвели даже некоторую перестройку самой площадки. Мы гружили ее дополнительным забором. Мы поменяли полностью систему прохода на бой, систему контроля пилетов. И нам помогает в этом администрация города. Мы с вами не справились. Надо сказать, что и там тоже достаточно большой интерес к этому событию. Поэтому мы со своей стороны сделали все возможное для того, чтобы находиться на площадке в этот вечер было приятно, зрелищно и безопасно. Магомед Асмаилов, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, на что вы потратите о своих гонорарах? О, не знаю. Давай сначала заберем гонорар. Он должен быть сладким от победы. Вова, как себя чувствуешь? Спасибо, Магомед. Отлично. У вас здесь ронка как прошла? Не может посмотреть на фотки. Я вот думаю, сейчас ваш заданный вопрос к тому, как потратить гонорар. На самом деле, как тратить гонорар люди, у которых все есть? У которых все есть, им всегда чего-то не хватает. Всегда еще чего-то хочется. Всегда мало. Вот стараемся довольствовать всем, что есть. И вот когда этот гонорар отправится, мы тоже будем довольствоваться. Не жало. Вова, у тебя какая ситуация? Как потратить гонорар? Наверное, как сделал бы любой россиянин, любой простой русский мужик, на семью, на семью, на ребенка. Последнее время, думаю, много о благотворительности. Вот знаете, есть такой благотворительный фонд СИО. Я бы хотел туда пожертвовать миллион. Что всем гривым, мастером, близких землей. Я сам измерзный. Окончил сельскую школу. Хочу поддержать сельчан. Осман. Слойт хорошо, да, мы все из села. Лаш. Майк, как у тебя с артерскими сейчас? У тебя сколько смену стоит? Ну, на самом деле, ты же в кино стремишься, сколько у тебя стоит смена. Вот скажи, вот железным фактором. Подожди, подожди, подожди. Я вообще по своей голове не разглашаю. Вы же знаешь, комент. Вот когда меня спрашивают вопрос, вот на той стороне экрана опять человек 15 вот так со мной и все. Сколько он, сколько он, живет на телефоне, а не на старте. Поэтому я не говорю. Лучше молчать в нашем случае. Вот. Ну, достаточно хорошие получения. Если когда вопрос касается, я стараюсь делать хорошо и хорошо. Здравствуйте. У меня на самом деле два вопроса к обоим бойцам. Первый к маге. Мага, в стойке или в партере? Ну, вот это тот случай, когда мы сделаем все. Вов, тебе тот же самый вопрос. В стойке или в партере? Уже думал? Завтра будет бой, и он все карты выводит. Не загадывай, готов к всему. Хорошо, Вов. А ты можешь характеризовать своего соперника одним словом? Лысый. Рыжий. Все, вопросов нет, спасибо. А двумя можно? Двумя? Знаете, на самом деле у него... Каждый из вас может сам подоправить второй. Печник, там печник. Наскажи уже, да. Для каждого оно свое. Ну, я остановлюсь просто, я пустолиц. Лысый-лысый. Рыжий кот. Камил, сюда огня нету, перца нет. Слушай, у него бренд, по-моему. Поднимите руки те, кто считает, что Макро какой-то слишком добрый. Потому что я завтра буду очень злой, крепкий. Да, да, парчем, да. А сейчас, что сбиться? Вопрос с кобой бойцами. И в первую очередь, Камил, к тебе. Главный вопрос, вывод, который каждый из вас сделал после первого боя, после первого противостояния. Камил, хотелось бы услышать сначала тебя, а потом ребята. Я пришел к лунду, что в российской ОММЕ можно создать противостояния реальные, которые войдут в историю. Потому что у нас как-то всегда было принято, что все самое крутое происходит на Западе. И даже здесь, в России, чтобы что-то необыкновенное произошло, можно пролететь какой-то там на ковре-самолете человек. Чтобы Камил Гаджиев это понял, должен был появиться я. Но сейчас это уже к тебе вопрос. А так вот, фанализируя, можно делать что-то в России на основе абсолютно российских историй, российских парней, российских там зрителей и так далее. Даже в суде не обязательно иностранцев приглашать. И делать это на российских аренах. То, что войдет в историю. Люди еще много-много лет будут это противостояние вспоминать. Роль. Кто их будет с вашего первого противостояния? Ну, много результатов было сделано. И относительно поединка, и относительно портрета личности человека, который выйдет завтра со мной в клетку по поводу его окружения. Но, наверное, остановлюсь на спортивной истории. Человек не пишет больше двух раундов. Тем, это очевидно. И дожди не два раунда. Так говоришь, как будто я их не перебирал. Пережи сейчас. Завтра выйдем в клетку и все увидим. Много. Но это же вопрос у тебя, соответственно. Твой вывод после первого боя. Какой-то глобальный. Что ты выделил для себя из этого противостояния? У меня такой вывод. Начну так же, как и в первом противостоянии. Вот такой вывод я делаю. Мне всегда говорят, что ты устал, ты не устал. Они меня привели к тому, что мне хочется опять так же напасть меня, как в первом бою. Типа это, знаешь, на принцип выглядели. А я бы хорошо. Давай, нападу еще раз. И вот, знаешь, если бы я был в его положении, меня бы беспокоили эти два раунда очень сильно. Очень беспокоили бы. Притей, мне надо бы два раунда еще раз пережить. У меня машина сбила, например. А мне, притей, надо еще раз перенести. Это сложно. И, соответственно, вопрос до гонка. Чего не хватило в первом противостоянии каждому из вас? Мне, объективно, не хватило левой руки. Мне, объективно, формы не хватило физической. Не хватило своих сильных сторон, своих рычагов. Сейчас вы на кином месте идете? Сейчас все хорошо. Завтра еще лучше будет. Не обещаю. Ага, чего не хватило тебя для того, чтобы в первом бою подняли твое руки? Розовые жидкости. Нет, в этом случае желтые. Нет, мне, в принципе, все хватило. Просто не подняли. Ну, подняли, в принципе. А дальше все хватило. Первый вопрос к Камилу Гаджиеву. Камил, как ты думаешь, может ли бой Мугомеда Исмаилова и Владимира Минеева затмить бой Федора Гряненко 23 октября? Мне кажется, ответ очевиден. Понимаешь, вот Федор, это Федор. Все знают, да? И я сейчас не буду критиковать. Если бы не бой Минеев Исмаилова, то мы бы точно считали бы главным событием октября бой Федора. Сам факт. Но, но. Сколько здесь людей сразу вот так вот раз скажет, кто будет соперником Федора? Я скажу. Ну, ты понят. Я тоже скажу. А вот так. Что многие скажут, кто будет соперником Федора? Бразилец. Бразилец? По-моему, американец. Да нет, на самом деле нет. Очень, очень мало людей скажет. Причем, потому что поединок Федора – это масштаб личности. Да, и то, что Федор выступает, и то, что он наконец-то снова в России – это круто. Круто, что это там пройдет в арене, если получится собрать в связи с ковидом. Но такого все-таки жаркого события, как Минеев Исмаилова, с точки зрения истории, всего, ну, мы вряд ли увидим в ближайшее время. И бой Федора, еще раз, это немножко другое. Это история, это где-то политика и так далее. Я обязательно посмотрю этот бой с удовольствием. Да, буду в Москве, обязательно схожу и так далее. Но это вообще другой формат, скажем так. Другой жанр. И тогда последний вопрос. Интересно ли было тебе, чтобы потом после боя ребята сдали допинг-тестки? И как ты думаешь, чтобы они показали? Не, ну они, во-первых, на сто процентов чистые спортсмены. Нет, у нас там букет, я думаю. Видишь, как мы по-разному думаем. Маги считают, что у них букет, а я считаю, что они абсолютно чистые спортсмены. Допинг-контроль либо есть, либо нет. Нет, если его нет, то дальше уже свобода выбора. Готов человек это делать, не готов. Но если его нет, как и если он есть, это и в том и в другом случае добросовестная конкуренция. Правильно? Либо оба да, либо оба нет. Пожалуйста, в данном случае оба имеют на это право. Пользуются они этим или нет, это надо у них спросить. Пользуйтесь. Подпинг-контроль. Наск령. Давайте погрузимся. Как и там подпинг-контроль. Пользуйтесь. Теперь погрузится на это pluе. Пользуйтесь. Продолжение следует...